Жители дома номер 8 на улице Зинаида Конопляниковой в Твери устали терпеть постоянные разрытия. Причем, по словам людей, работы тепловики проводят здесь с завидным постоянством. В вопросе разбиралась Наталья Чекет. Видите, как ходить приходится. Четвертый раз за год, как заколдованные. Одну трубу поменяют, другую бросят. Люди уже не помнят, когда здесь не было загородок, запрещающих проход. И когда можно было свободно выйти из собственного подъезда. Выходя из подъезда, мы вдруг оказываемся перед фактом, что нам нигде не пройти. И вообще только в плавь или в лед можно в подъезд попасть. Вот видите, вот такое у нас творится, если провести вот так вот камеры и показать по четыре раза в год на одном и том же месте. Женщина недоумевает, что там за трубы кладут, которые так часто надо менять. И неужели нельзя сразу заменить все, чтобы больше не пришлось разрывать в одном и том же месте. Мы понимаем, им надо работать, им надо устранять аварию. Мы не против, пожалуйста, делайте. Но сделайте один раз нормально, потому что кусок трубы сварят, другой оставят. Вот лежат трубы, пожалуйста. Страшно смотреть, они все гнилые насквозь. Там просто одни дыры. Кстати, из-за проводимых работ жильцам пришлось на две недели дольше ждать подачи воды. После планового отключения. Однако, как признаются люди, к такой ситуации они уже привыкли. Ведь такое происходит не первый год. Но претензии к тепловикам у жителей девятиэтажки еще и по другому поводу. Люди говорят, что после разрытия их двор из ухоженного и благоустроенного превращается в чистое поле с одной землей. Мы пытаемся благоустраивать двор. Мы сделали газон, мы носили землю в руках, мы сажали траву. Как они приезжают, все уничтожено просто. Ну, если вы уже сделали там что-то, ну, уберите за собой хотя бы. Нет, все бросается так, как есть. Я понимаю, что уже растения и всякое прочее это невозможно восстановить. Но прибрать. Нет, у нас вокруг дома вечная грязь, вечные канавы, ухабы. За комментарием наш телеканал обратился к представителям Тверской генерации. По телефону технический директор тепловых сетей Дмитрий Скворцов пояснил, что сейчас на объекте идут восстановительные работы после гидравлических испытаний. Трубопроводы завершены. Работали мы там два раза после выявления повреждений, после гидравлических испытаний. Это 20.07, 28.07 было выявлено новое повреждение. В общей сложности заменено 59 метров 400 трубы в одном месте и 8 метров тоже 400 диаметра в другом месте. Это от 435 камеры до 436 камеры. В компании рассказали, что работы продолжатся еще в течение двух недель. И все спланируется завершить в установленные сроки. Кроме того, в телефонном разговоре технический директор пояснил, что разрытие тепловых сетей проводится только там, где выявляются поврежденные участки. Ежегодно в одном и том же месте раскопки не происходят, поскольку где выявляются новые повреждения на сетях после гидравлических испытаний, там мы и раскапываем, меняем участки. Поэтому жителям кажется, что копаем в одном и том же месте, просто мы пристыковываемся в этом районе к новой трубе и меняем следующий поврежденный участок. В свою очередь жители не оставляют надежду, что в недалеком будущем рядом с их домом завершатся все работы на тепловых сетях. И им больше не придется наблюдать постоянные ремонтные работы. А территория рядом с девятиэтажкой будет благоустроена.